Здравствуйте, меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях со своим особым мнением журналист, телеведущий Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте. Ну да, такое, доброе, если можно его назвать. Естественно, поговорим сейчас о Ницце, о той трагедии, которая произошла. Этот вечер не очень хорошо, конечно, особенно в Ницце. Да, вы тоже? Да, я думаю, что далеко не все наши слушатели. Говорят по-французски, поэтому давайте все-таки перейдем на русский. Несут наши горожане уже цветы к консульству Франции в Петербурге. Как вы думаете, вообще вот этот акт того, что горожане несут цветы, оставляют какие-то записи в книге соболезнований, он вообще нужен, необходим? Мы просто в последнее время так часто это делаем. Я не обсуждаю, нужен или необходим. Эмпатия – свойство живого существа, имеющего по биологическому классификатору название «Homo sapiens». Нам свойственно сочувствие другому человеку, когда он испытывает страдания. 10% из нас не испытывают страдания. Они называются социопатами. Они ничего не испытывают. Из них получаются лучшие преступники и лучшие начальники. Еще те люди, которые несут цветы, из них получатся плохие преступники и плохие начальники. Зато они представляют собой человеческое большинство. Мы переживаем. Именно поэтому человечество живо. Мы действуем как единый вид. Мы действуем как единый род. Именно поэтому люди, sapiens, единственные живые существа, которые способны жить от южного до северного полюса. Ни одно другое живое существо на это не способно. Почему тогда мы несем цветы к консульству Франции и не несем их к депмиссиям стран из Азии, из Африки, где постоянно происходят теракты и даже гораздо более кровавые, чем то, что происходит во Франции? Видите ли, в России число терактов в 2015 году было, по-моему, больше, чем число терактов в начале правления Александра II. Но мы же не несем цветы к Кремлю. Просто эти теракты, они происходят в Дагестане, они происходят в Ангушетии, они происходят в Чечне. Когда мы читаем на последней странице газеты, что убили очередного Мулу, убили очередного сотрудника милиции, убили непонятно кого, потому что мы не воспринимаем это как свое. Дело в том, что нам свойственно эмпатически воспринимать страдания особей своего вида или близкородственных видов, или тех, которые, понятно, с которыми мы вместе живем. Азия не воспринимается россиянами как своя. Посмотрите, например, какое ехидство, какое отторжение, какое самоутверждение идет сейчас в Петербурге за счет китайских туристов. Я, кстати, сам не остался в стороне. С одной стороны, они жутко напоминают нас самих за границей, но мы не готовы смеяться над собой за границей. С другой стороны, нам нужно, как в том анекдоте, когда сказали Чукча, какая самая глупая нация на земле, Чукча думал, ответил за то на собаке очень умное. А вот здесь то же самое, нам нужно за счет кого-то утвердиться. Мы утверждаемся за счет китайских туристов, но мы не воспринимаем китайцев как себя. Россия все время будет смотреть на Запад. И сколько бы она ни кричала, что это Георопа, все жутко хотят этой Георопой быть, включая Милонова, который понимает, что он со своими представлениями религиозности, он в подметке не годится никакому протестантскому или католическому священнику, никакая там Мизулина, никакая Рава. Они все понимают внутренне, что они второго сорта по сравнению с соответствующими политиками, депутатами и так далее, и так далее в Европе. И именно поэтому все происходящее в Европе воспринимается со злорадством или без, но как часть своего. Вот внешне мы абсолютно европейцы. Поэтому, естественно, такое сострадание. Когда же там очередные тигры Томила и Лана устроили что-то в Шри-Ланке, это не наше. Это что-то у них. Мы же не сочувствуем воронам, когда видим убитую ворону. Хотя вообще-то ворон, а? Это птица, которая живет с человеком очень долго. Но мы дико переживаем, что только видят там тушку собак. Существом животных и людей. Конечно, она отделяется только тем, что уровень эмпатии выше в случае человека. Мы сострадаем живым существам. Вот и все. А вот вы можете дать какую-то именно моральную оценку этому? Потому что я, например, для себя не могу дать. Я тоже переживаю. Когда приходят новости, ночью пришли новости из Франции, я, конечно, был как-то взбудоражен. Я начал, ну, это, естественно, эмоционально я воспринимаю. Когда приходят такие новости из Азии, действительно, я воспринимаю это менее эмоционально. И я думаю, насколько вообще это говорит обо мне как человек. Но я занимаюсь какой-то рефлексией. Вот, может быть, вы можете задать какую-то моральную оценку? Будь то мне, может быть, другим гражданам, которых вы тоже говорите, что они... В эмпатии нет морали, в эмпатии есть биология. Мораль начинается тогда, когда появляется доступ к ограниченному ресурсу. В данном случае ограниченным ресурсом является Европа. В данном случае ограниченным ресурсом является Ницца. Потому что, сколько Фомайковский не писал, что он не верит, что есть цветочная Ницца. Мы все прекрасно знаем, что цветочная Ницца есть. Там можно поездить с Тиной Канделаки, взятым в прокат Феррари, и утопить педаль по полной. Можно прогуляться по променадам Глез, можно остановиться в жутком, чудовищном, вульгарном, поэтому так любимым русскими, отеле на Гриско. Кошмар полный. Вот это все существует. Можно выпить шампанского за 250 тысяч евро. Слушайте, бокал шампанского всегда стоит от 12 до 25 евро. Это Россия может принимать какие-то совершенно немыслимые оценники. Все это нами воспринимается как возможная территория для своей жизни, для своего отпуска, для чего угодно. Когда этот ресурс от нас грозят убрать, его грозят сделать невозможно для нас. А, конечно, это воспринимается, это тут же вызывает моральное суждение. Повторюсь, не нужно искать в морали ни Бога, ни правил, ничего. Мораль начинается тогда, когда существует, первое, ограниченный ресурс, и второе, когда начинается раздел этого ограниченного ресурса. Вот пока не было террористов на Лазурном берегу, хотя, кстати сказать, там грандиозная совершенно чеченская мафия. И, например, большинство угонов Феррари, там довольно часто угоняют Феррари, мне местная полиция рассказывала. Там сталкивались с тем, что абсолютное большинство угонов – это то, что они называют чеченской мафией. Это там существует. Это воспринимается с точки зрения морали как обсуждающая. Как можно здесь оценивать наше поведение? У нас уводят ресурсы. Мы переживаем. Вот, собственно, всё. Переживают все в той или иной степени. Нести или не нести цветы – это зависит, например, от того, где ты живёшь. Ты живёшь, господи, куда сейчас переехало французское у нас консульство Смойки? Сейчас Невский 12. А, Невский 12. Значит, либо ты живёшь где-нибудь на Бакуне, найти пешком там со Старого Невского чуть-чуть, и тебя, возможно, ты живёшь в Красном Селе или в Купчино, откуда вертолётом в лётную погоду лететь до Центра Петербурга два часа. Вот этим определяется конкретная форма поведения. Цинично звучит. Ну, хорошо, это важное слабое мнение. Вы спрашиваете, как устроен человеческий организм? Вот я вам говорю, вот лимфатическая система, вот малый большой кровообращение, вот нервная система. Мораль, ещё раз повторяю, мораль начинается там, где идёт доступ к ограниченному ресурсу. Если вы воспринимаете этот ресурс как ограниченный, на него кто-то покушается, вы это воспринимаете отрицательно и правильно делаете. Если же что-то расширяет ваш ресурс или увеличивает персонально ваш доступ к этому ресурсу, вы воспринимаете это положительно. Когда Путин ограничил доступ к Турцию, в которой мы воспринимали свой ресурс, многие воспринимали это, могли вслух что угодно говорить, как крайне отрицательно, говорят, совсем из ума выжил, вообще так далее, наш безумный султан ведёт дорогой нас к Астрогу и так далее. Посмотрите на наше поведение, оно всегда определяется этими двумя факторами и больше ничем. — Хорошо, давайте мы не будем тут тоже в долгие споры о морали уходить. Я напомню, что у нас есть возможность... — Меня спросили, я отвечу. — Это ваше особое мнение. У вас есть возможность задать, я к нашим слушателям уже обращаюсь, вопросы Дмитрию Губину, плюс семь девятьсот двадцать девятьсот семьдесят двадцать два сорок, это номер для ваших смс-сообщений. Всё-таки давайте уже поговорим не про нас и про морали, а про то, что происходит во Франции. Естественно, в очередной раз появляются разговоры о том, что французская полиция просто работает из вон рук плохо. Вы с этим согласны? — Сарказию нужно задавать вопрос. Но, знаете, поскольку у нас действуют зеркальные нейроны... — Зарказию или Алан, да? — Сарказий был всё-таки полицейским. Алан проявил себя тем, что ездил к любовнице на скутере с персональным шофёром скутера. Поэтому не уверен, что у мс. Алана такие же глубокие познания об устройстве работы полиции, как у Сарказии, хотя, возможно, что-то изменилось. А Сарказий всё-таки профессиональный полицейский, маленький бенапартик. Так вот, у нас существуют зеркальные нейроны. За их открытие Нобелевская премия, кстати, была дана. Эти зеркальные нейроны заставляют нас рисовать в своём мозгу схему других людей, в том числе и террористов. То, что в Петербурге нет терактов, свидетельствует не о том, что у нас прекрасно работает полиция, а свидетельствует о том, что Петербург, слава тебе Господи, нафиг террористам не нужен. Когда он будет нужен, ни одна полиция не справится. Поставьте себя, ваши зеркальные нейроны с лёгкостью вам в этом помогут на место террористов. Вы найдёте в любом городе. Я, например, в Москве, где живу, не хочу называть. Но можно устроить такой аркт, что Москва встанет на день просто-напросто. Когда у человека лом в руках, он всегда найдёт, как долбануть ваш Мерседес. В этом смысле террористы, как представители первой цивилизационной волны, агрикультурной, удивительно архаичной, сейчас в мире уже третья волна, постиндустриальная, а Россия живёт во второй волне, у них всегда есть преимущества. У них есть те преимущества, которые всегда существуют у рельсы перед японской циркульной пилой. Потому что в известном анекдоте, когда мужики, перепилив японской циркульной пилой всё, что они могли, подсунули под неё рельсу, японская циркульная пила в этот момент сломалась. И русские мужики радостно закричали, что, падла, не любишь? Вот то же самое происходит с террористом. Всегда примитивные вещи способны разрушить, способны проникнуть в гораздо более сложный организм. Что мы испытываем каждый раз, когда заболеваем. Потому что в наш организм подникает тайная инфекция. Либо это вирусы, либо это не вирусы, с которыми можем бороться, а бактерика, с которыми можем бороться антибиотиками. То же самое с терроризмом. На самом деле, полицейскими методами, и НИЦА это лишний раз показывает, побороть терроризм невозможно. Я доверяю тем людям, которые всерьёз изучают, допустим, ближневосточный, арабский, исламский терроризм. Например, Жиль Кипелю. Жиль Кипель, кстати, он переведён на русский язык. Жиль Кипель, один из самых грандиозных учёных, который изучает терроризм во Франции. Он француз. На русский переведена его книга «Джихад». Вот книгу «Джихад» я крайне советую почитать. Которая начинается с того, что он не верит, что джихад будет развиваться по одной простой причине. Он смотрит на графики демографические в исламских странах. Терроризм всегда возникает там, где резко увеличивается мужское население в возрасте от 15 до 25 лет. Потому что, опять же, по той самой теории ограниченного ресурса. Ресурс ограничен любой жизненный. И как только у вас возникает большое количество безмозглых, но криминально ориентированных сапиенсов, каковым являются все мужчины в возрасте от 15 до 25 лет. На 15 до 25 мужчины – это пик преступности в любой стране, в любом государстве абсолютно. Возникает терроризм. Это такая схема канализации вот этой вот безумной энергии. 25, мозг, человек становится взрослым. В общем, он уже очень выборочно начинает к этому подходить. Поэтому, может быть, нужно смотреть на это. Вычислять, где будет терроризм. Возможно, об этом мы недавно говорили с Давидом Яном. Он живет в Кремниевой долине. Последние 4 года создатель обе-софтвея, соответственно, программа переводчика лингва и программа распознавания текста Fine Reader, поисковая программа, такого Personal Assistant Finder. Вот он, например, считает, что обработка больших баз данных, то, что называется Big Data в английский. Сейчас это очень модная профессия, Specialist on Big Data. В России это тоже развивается. Да, да, компания H2O, там это где совершенно безумные деньги зарабатываются. Если мы будем обрабатывать гигантский поток данных, все, электронная почта, то есть без раскрытия конкретных, просто обработка данной камеры внешнего наблюдения, что-то еще, то, возможно, на корреляциях 2-го, 3-го, 4-го уровня программа сможет обеспечить поиск вот таких наиболее опасных точек. Хотя, если вы помните, если мне память не изменяет, то ли в Бельгии, то ли во Франции, какой-то из этих двух стран, там был 3-й уровень террористической угрозы заявлен. Было ясно, где примерно что произойдет, но вот точно, точечно определять это еще невозможно. Но цивилизация 3-го уровня, электронная цивилизация, она будет бороться с ломом какими-то электронными приемами. Ну, представьте себе. Может, все-таки она будет предсказывать, пытаться предсказать, что что-то произойдет. Защищаться таким образом. Ну, представьте себе, человек в алкоголом, он абсолютно уверен, что он может раскорюжить любой мерцовес, потому что пахать нужно на валах, а вообще настоящий мужик должен быть собирателем-охотником. Вы представьте себе, поставлено сильное электромагнитное поле, когда человек с металлическим крупным предметом туда внутрь проникает, этот ломб либо у него носится в светлую дали, из рук вырывается, либо просто-напросто плавится. Вот цивилизация 3-го уровня, она поставит вот какие-то такие заслоны. Возможно, она просто будет понимать, из каких стран уходит угроза, смотря на эти демографические пики. Для меня вот пока вот это вот предположение «жили-кипели», оно звучит достаточно убедительно. Дмитрий, вы сказали о том, что Москва и Петербург, слава богу, террористам не интересны, но все-таки вот... Но у вас по большей степени интересны мужчинским террористам сейчас там, нашим террористам, там более-менее все успокоилось? Ну, просто буквально накануне Миноборона опубликовала очередное видео о том, как наши бомбардировщики бомбят позиции исламского государства, запрещенного в России, на территории Сирии, и вообще все время мы говорим о том, какие у нас там успехи, и почему же тогда неинтересны, почему мы тогда неинтересны этим людям из исламского государства? Или все-таки им до нас добраться сложно, и Франция, конечно, для них гораздо более близкий и лакомый кусочек? Ну, а как? Вам нужно иметь своих. Ведь терроризм – это очень бытовая штука. Терроризм жутко напоминает плесень. Нужно знать местные условия. Сейчас вообще то время для всех, кто интересуется терроризмом или боится, это изучать историю царствования Александра II, который погиб в результате шестого покушения, что, разумеется, было актом государственного терроризма, который испытал при жизни величайшее унижение возможной в жизни императора, когда он бежал как заяц, петляя по дворцовой площади от Зимнего дворца, а за ним бежал человек с пистолетом и стрелял просто-напросто. Это вот, представьте, такая роль Калягина из «Неоконченной пьесы для механического пианино» с фильмом Михалкова, где он бежит, распевая до Ницети по полю, расставив полы плави. Вот как там возник терроризм и как Мелик Караев его приглушал. Вот это очень интересная история. Ведь, чтобы, допустим, взорвать Александра II, нужно было нанять сырную лавку на Малой Конюшиной улице, прокопать подкоп, заложить туда тротил, или там, допустим, как Каракозов хорошо знать, что такое летний сад, или как Халтурин завести любовницу в Зимнем дворце, устроиться на работу, и долго-долго проносить тротил туда, закладывая его, точно зная, где обедает царь, но ошибшись с обедом и при этом быть готовым убить своих, там, потому что там огромное количество гвардейцев, которые были простые крестьяне, на самом деле, погибло при этом взрыве. Вы должны знать быт. Вы должны войти внутри этой страны. Очень непросто, знаете ли, быть сирийским террористом в России, где на основании того, что ты чурка, чёрный и хач, тебя останавливают каждые три шага полиции, проверяют документы и вымогают деньги. А добропорядочные граждане тоже на тебя косятся. На что-то нужно опираться. В этом смысле всем и Халтурину, и Кракозову, и там, Софье Перовской, допустим, Желябову, им было проще. Они ничем не выделялись из толпы. Вы должны как-то войти. А во Франции, где огромные совершенно общины, исламские, это сделать проще, но в пределах своих кварталов. Поэтому можно вырваться на грузовике. А как вы это сделаете в России? Это крайне непросто. Я, кстати, читал, на меня сильнейшее произвело впечатление, интервью с адвокатом той чеченской девушки, которая шла взрывать кафе «Имбирь» в Москве-Натверской. Я там рядышком живу. И вот я прочитал, как нужно было эту девушку нашпиговать, как нужно было сыграть на её чувстве свободы, потому что для неё теракт был миг величайшего человеческого освобождения. Она была самостоятельна. И она не смогла это сделать. Всё равно. Потому что она шла в этой шикарной Москве, роскошная. И она не могла, это была другая цивилизация. Я бы вас попросил, Судьки, давайте без таких слов, как вы так назвали наших восточных. Товарищи, это просто как-то. Я понимаю, что вы так. А как в чёрном чёрном и в России? Не красиво это звучит в эфире. Относятся они, наверное, именно так. Но давайте мы не будем уподобляться. Вот вы меня и подтвердили. Давайте мы не будем уподобляться. Это единственное, о чём я вас попросил. Как Виталий, кстати, у нас спрашивает, во Франции будет референдум по выходу из ЕС, ну вот, основываясь на вот этих всех террористических событиях? То, что я знаю, нет. Потому что во Франции, хотя, конечно, огромная разница между севером и югом, но эта разница такая культурная, милая. Тот, кто смотрел фильм «Бобро поржаловать», очень хорошо, кстати, дублированный на русский язык, тот вот знает, что происходит с южанином, который приезжает работать на север. Но там нет таких противоречий, как в Бельгии, как между баллонами, между северными районами и южными. Потому что когда мы с моей женой приехали в Антверпен из Брюсселя, моя жена блестящая говорит по-французски, она переводчик синхронист французского языка, и переводчик широко с ней отказались говорить в ресторане по-французски. И я должен был говорить с официанткой по-английски, хотя официантка прекрасно, разумеется, понимала французский язык, вот вам, пожалуйста, что такое Бельгия. Поэтому разделение Бельгии на два государства в принципе возможно. А Франция, несмотря на то, что там, допустим, существует Басский берег, но это не те Баски, которые... Кот Баск, да, Бейбаск. Это не те Баски, которые в Испании. Поэтому Испания разложиться на четыре составные карты легко может, потому что Каталония не считает себя, например, Испанией. Русский турист, приезжая в Испанию, испытывает потрясение, узнав, что нет никакого итальянского языка, испанского языка, простите, что, оказывается, существует галлисийский, кастильский, басский и каталонский языки. В Каталонии на каталонском будет огромными буквами все надписи, а испанский часто может быть в конце демонстративно, после японских хаирогов. Такое там тоже бывает. Поэтому для Испании это проблема. Для Франции раздел на нескольких Франций. Ну что там, Аквитания решит... А вы все из ЕС не разделяете? А вы про это тоже нет, потому что Франция... Я вот на право выход из ЕС, да, я сначала спросил, да. Я услышал о своем, по-моему, 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 по-моему. И Франции. Две страны с самой развитой экономикой, потому что благодаря Берлусконе во многом Италия вылетела из высшей лиги европейских стран. И неизвестно, вернется ли она туда. Она где-то сегодня очень близка к Испании. А Франция... А Франция и Германия, и, наверное, скандинавский блок, где, кстати, тоже там время от времени очень недовольны едиными правилами для всех. Я сейчас про Скандинавию. И финские фермеры продемонстративно зерном посыпали в некоторые зимы дороги вместо гранитного отсева, потому что они не хотели соответствовать этим стандартам. Французы могут возмущаться тем, что ЕС запрещает непастеризованное молоко использовать в производстве сыра. Потому что понятно же, что из пастеризованного молока сыр безопасный, но невкусный. Не такой вкусный, как из непастеризованного. Но, тем не менее, это основа Евросоюза. Поэтому нет. Я думаю, это чрезвычайно маловероятно. У нас две минуты до новостей. Я поэтому попрошу вас коротко прокомментировать ситуацию у нас в Петербурге. Смольный разорвал контракт с Транстроем. Компания, которая возводит стадион «Зенита», и в последнее время именно этим занималась. Вроде бы при участии нашего губернатора Георгия Полтавченко это решение было принято. Возмущения рабочих были буквально недавно. Как вы вообще думаете, почему у нас... Вроде бы стадион на Крестовском это то место, над которым уже смеется вся страна. Почему нельзя спокойно наделать и достроить? Окей, вы питероцентрист. Вся страна не смеется, она просто понятия не имеет, что происходит в основном. Но у вас я знаю. Понимаете, какая штука? Существуют пределы компетентности системы. Что бы ни хотел Путин, как бы ему ни помогал Рогозин, как бы там ни было ответственность Сергея Иванова. Ну вот космодром Воздущий не заработал в должные сроки, а наша навигационная система ГЛОНАСС так и не работает. Несмотря на все влитые миллиарды. Они не могут это сделать так же, как Брежнев не мог добиться того, чтобы хотя бы один санаторий ЦК КПСС соответствовал по уровню бытовых кондиций любому среднему аналогичному заведению на западе, любому отельчику западному. Это было невозможно. Потому что не может цивилизация второго порядка делать объекты, которые строят цивилизации первого порядка. Россия сегодня не по зубам такие стадионы. Последние усилия были выплеснуты в Сочи. И там гигантские проблемы, насколько я знаю, с большим трамплином. Там гигантские проблемы с целым рядом объектов. Не по зубам просто-напросто. А если бы я был мистиком и религиозным человеком, я бы сказал, и коммунистом убежденным, что примерно одно и то же, по наши дни я имею в виду. Я бы сказал, что бои коммунизмом стят. Нефига было уничтожать выдающееся архитектурное произведение стадиона имени Кирова, которое было расположено в жерле искусственного вулкана. И по которому шли опоясывающие дорожки наверх этого вулкана, прямо как на Тенерифе, на Канарских островах. И можно было на роликах на велосипеде или пешком вот так вот подниматься, и открывалась свободная Балтика. Это было потрясающее, совершенно уникальное выдающееся место. Дмитрий, я прошу прощения. Интересные события происходят политически в Великобритании. В частности, Борис Джонсон при новом всем этом правительстве стал министром иностранных дел. Журналисты публиковали разные изумительные подборки высказываний Бориса Джонсона о его других коллегах. В общем, позволяет он себе отпускать такие, ну, явно не дипломатические вещи. Вы, извините, вы сейчас о Джонсоне или о Лаврове? Я говорю о Борисе Джонсоне сейчас. Вы уверены? Я говорю о Борисе Джонсоне. Ни дипломатические вещи позволяют себе отпускать российский МИД в последний. Короче, я все жду, когда Сергей Лавров, когда его спросят о чем-нибудь там, правильно, он говорит, короче, зубы не жмут, вот это нормальная реакция Петерского МИДа. Вы, простите, вы уверены, что дни дипломатические высказывания, может быть, и хидные, может быть, иронические, позволяет Джонсоне, но вот то, что вы говорите, очень охарактеризует российский. Единственная причина, почему я не зайду в какие-то районы Нью-Йорка, так это опасность там встретить Дональда Трампа. Ну, например, такая... У тебя же здесь манство. Владимир Путин безжалостный тиран и манипулятор. Такие, бля, вот российский МИД, вот это я понимаю. Дипломатия высокого полета. Запорожец Лавров пишет письмо турецкому султану, он бы мог. Восхищаюсь. Хорошо, но все-таки, да, мы сейчас не про наш МИД, которому есть много вопросов не только у вас, я думаю. Так давайте на них ответим. Давайте, да, что, да, вы уже, мне кажется, ответили своим нехидством, я не знаю, дипломатичным или дипломатичным высказыванием. И просто чистый практический житейский совет. У меня очень нравится, правда. Зубы не жмут, блин. А, ну, хорошо, давайте все-таки про Бориса Джонсона, который становится, да, главой МИДа. Ездящим на велосипеде главой МИДа, да. Да, и как вы думаете, как он будет строить свои отношения вообще, почему он стал главой МИДа? Человек, который не занимался. Нет, может быть, у вас есть какие-то предположения, я смотрю, вам он нравится. Ну, мне он нравится, он абсолютно англичанин. В нем есть чувство справедливости, первое. В нем есть благородство, второе. Он джентлбон, он джентльмен. Вот, то, чего не удалось, скажем, Путину, никто не может назвать его джентльменом. Вот, слабо, да. А англичанин, может быть, неприятно, может быть, каким угодно. Если понимать, джентльбон, я как с Северой Новгородцевым говорил о том, что такой джентльмен, должен ли джентльмен носить так. Черные носки, мне Север сказал, что черные носки носит шофер джентльмена, а джентльмен тот, кто джентльбон, кто родился в мягкости, в терпении. Джентльмен – это тот человек, который умеет играть на саксофоне, но никогда не будет говорить об этом. Вот, вот такой джентльмен. Поэтому он принимает жизнь во всем многообразии. Он не всегда разделяет, но он всегда любопытствует. Он, Белли Спри, это уж если продолжать французскую тему, Джонсон, он ездит на велосипеде, что мне, как велосипедисту, крайне симпатично. Он немножечко экстравагензе, да, такой вот. По-русски, конечно, фриком обозвали. Ну, посмотришь на некоторые вещи, это нормально. Да у нас, Господи, у нас любого банкира в ярко-зеленых носках с золотыми черепами считают фриком, хотя это все лишь на все private luxury. Ну, хочется так. Ну, мне кажется, это просто плохое воспитание. Что носки? Ну, вот, кстати, как выглядят некоторые наши банкиры. Не очень хорошее воспитание и, наверное... Почему? Арсений, вам не нравятся зеленые носки с золотыми черепами? Я немедленно покидаю наш эфир. У нас нет ничего общего. Я не буду просить вас показать свои носки. Нет, сегодня скромный носки, а что вы гоните? Ну, что вы, что вы, скромного бардока, скромного свекольного цвета. Я сегодня в консервативном настроении с утра. А вот Чёрсон, он очень англичанин. Он очень англичанин. Он чувствует ответственность. При этом он пытается войти в положение другого человека. Мне он нравится. Это неплохой совершенно вариант. Но на самом деле, понимаете, Англия такая особая страна. У них, например, долгое время министром внутренних дел был слепой. Я сейчас, извините бог, ради the word escape me, слово от меня сбежало, фамилия его. У него была собака Павадырь. Его вышли на роли пинком под зад с министров внутренних дел по одной простой причине. Он принял в подарок годовое членство в закрытом мужском клубе, стоимость, по-моему, 5 тысяч фунтов. Ну, 7 тысяч долларов. Это расценили как взятку. Его перевели в Министерство туризма. Дэвид Бланкет. Дэвид Бланкет абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо, Дэвид Бланкет. Вот такая вот история. Поэтому парень, веселый парень, который ездит на велосипеде, вполне может быть в Англии министром иностранных дел. И он, кстати сказать, во многом будет определять иностранную политику. Дело в том, что у нас Лавров, и он сейчас скажет, что он то и будет делать. И видно, как порой ему жутко совершенно неуютно. Я в такие моменты, как сапиенс, испытывающий эмпатию к другому живому существу, с большим сочувствием к нему отношусь. Но Лавров не самостоятельный. Ему скажут турецкого султана смешать с дерьмом. Он смешает. То есть, когда Мэй не будет, да, главе оставить над борьбом? Она будет слушать, что предлагает форум-офис. То же самое. Это вообще англосаксонская культура. Потому что президент понимает, что люди, которые там работают, они лучше разбираются. И поэтому у нас иногда смеется над бывшим старшим, что он путает Иран и Ирак. А вы, господа, сколько раз вы путали Сирию с Ливией. Но он будет слушать то, что ему скажет министр иностранных дел. Он будет прислушиваться, он может корректировать. Но тут внешняя политика производится не в овальном кабинете. Она производится не на Даунин-Сейд. Она производится в форринг-офис. Это очень важная вещь нашей цивилизации, при всем внешнем поверхностном сходстве, по-разному устроенная. Поэтому Джонсон, да, с большой симпатией, отношусь к правду. А Тереза Мэй, вызывает у вас симпатия? Я пока не знаю, мне нечего сказать, правда. Мне не хватает информации. Вы вообще ждете каких-то перемен, во всяком случае? Что, может, этот ребенок станет матерью Терезы. Ну, что я могу сказать, но 9 месяцев боюсь ждать придется все-таки для этого. Вы знаете, самая интересная, персонаж не она, то есть, по крайней мере, пока не она. Самый интересный человек в европейской политике – это Меркель. Это дочка восточноевропейского пастора, выросшая в ГДР, женщина кремниевых совершенно, как долина нравственных моральных принципов, воспитанная в жесткой протестантской этике, которая полностью ее разделяет, которую я всегда представляю в виде чуть-чуть, знаете, такой, тебя с седыми прядками, нашими срадками, чуть-чуть с 1 мая, я ее почему-то представляю в нитяных, чуть сползающих чулках, вот какие были у моих училок пожилых, и которые, однако, нет. Нет. И все. Это мадам нет. Это очень важно. Она, цитируя Виктора Васильевича Черкесова, она тот крючок, на котором держится Европа, не просто объединенная, а Европа ее европейская. Ангела Меркель, это совершенно потрясающе, это одно из лучших, что могла произвести европейская цивилизация. Вы знаете, вот, сейчас вернулся из Финляндии, я там не купил, но, наверное, куплю все-таки в музее, в Современной галерее, в городу Турку, продаются выжималки для цитрусовых в виде головы Ангела Меркель. Она в тазике сидит руками, уцепившись, и об голову ее можно лимон. Это вот очень точно. Это на самом деле очень точно. И она никогда не будет протестовать против этого. Вот она важна. Поэтому новая премьер-министр, первая леди с Даунингс 310, я всех проверяю по Меркель. Кто сколько процентов, вот Меркель это единица. Это единица Европы. Сколько британский премьер-министр, сколько французский президент составит процентов от Ангела Меркель. 0,99 и так далее. Будет зависеть текущая судьба Европы. Не говори, что будущее, дальнейшие перспективы, но текущая будет точно. Поэтому вот такое сравнение, мне кажется, очень удобно. Хорошо, все-таки времени остается немного. В Россию мы обратно возвращаемся. Нет, для нашего эфира сегодняшнего. Надеюсь, что для будущих еще времени хватит. Смотрите, у нас, я уверен, что вы видели расследование новое Навального по поводу вице-премьера Игоря Шувалова. Прекрасно. У вас собачек, корги, которые летали там чуть ли не за 40 миллионов рублей. Такая условная эта сумма, которую могли потратить на их перелеты. Нашли самолет у Шувалова за какие-то бешеные деньги. Он же его декларировал, да? Нет, он его не декларировал. Как? Он сейчас взял резинку, который не нужно декларировать. Значит, смотрите, по поводу законности. Я абсолютно уверен, что у Шувалова все на 200% законно. Просто он человек первой цивилизации. Мы все знаем Ивана Ивановича Шувалова, любовника-фаворита Елизаветы, основатель Московского университета. Елизавета была необразованна, взбалмошна, с плохим вкусом. У мужиков у него был роскошный вкус. И Алеша Розумовский, Иван Шувалов, два потрясающие мужчины. Благородный Шувалов, вернулся копейки. Все деньги. Но Шуваловы были старшие братья. И когда один из них, либо один, либо двое, сейчас не помню. Пусть историки не вздрагивают. Когда старшего брата хоронили, Петербург пела-плясал. Полиция поет от радости. Потому что они жили на госоткатах и так далее, и так далее, и так далее. Получали государственные подряды, были богатейшие люди. Когда арестовали пляшущих, поющих на похоронах старшего Шувалова, толпа отбила у полиции арестованных. Это совершенно-совершенно фантастическая история. Значит, Шувалов нынешний, он продолжатель традиции Шуваловых. Конечно, не должно быть сомнений, как кого избрать в Шуваловых. Я имею в виду. Но, конечно, нынешний Шувалов прекрасен во всех отношениях. Он такой наш музей быта российской аристократической эпохи. Ничего не изменилось. Все легально. Кстати, у всех Шувалов тоже все было абсолютно легально. Но это цивилизация первой волны. Агрикультурная, аристократическая, феодальная. Шувалов такой представитель феодального государства совершенно. А в третьем волне, в государствах третьего уровня, там все совершенно по-другому. Там, например, Давид Ян живет в Кремниевой долине. Он вкладывает до 4 миллионов долларов личного капитала в школу Айб в Армении. А Билл Гейтс и Стив Джобс, и вообще вся Кремниевая долина. Гейтс миллиард, собрал фонд по борьбе с раком, с прочими diseases and illnesses. Что должно измениться, может быть, чтобы наши, там, чиновники, вот эти аристократы, или люди... Что в этом музее? Шувалов это дорогостоящий музей. Вы хотите знать... Но это музей, который управляет страной. Ну, прекрасно, Россия. Вообще музей в силу своей отсталости. Вы понимаете, когда вы отсталы, у вас есть два... То есть вас устраивает, что у нас есть такой Шувалов? Да меня все устраивает в России. Что вы? Меня устраивает русско-православная церковь, которая за тысячу лет вообще ничего не изменилась. Лавров замечательно. Он тоже показывает, как оно в государствах первой волны было. Ведь, понимаете, у русских царей не было премьер-министра. И сейчас нет. Зачем царю премьер-министра, либо он самодержится? Сегодняшняя Россия — это великолепный музей политических нравов и быта цианской и феодальной России. Это фантастика! Где вы еще можете на это посмотреть? Понимаете, вы придете в протестантскую церковь, и вы не поймете истоки христианства. Чтобы понять, что такое Византия, нужно идти в православство. Россия — это великолепный музей. Мы платим очень много. Дмитрий, на этой мысли... Еще можно было, конечно, поговорить про входной билет. Да, но в швале не остается... Валерий, у меня есть музей масковых фигур Мадам Чусок. Что вы! И мы видим это каждый день. Дмитрий, спасибо. Это был Дмитрий Губин и его особое мнение. До свидания. До свидания.